Радиопередача предназначена для слушателей старше 12 лет. На часах 13.30, а на календаре 30 января. Именно сегодня исполняется 100 лет со дня рождения советского и российского кинорежиссера, сценариста, киноактера, мастера комедии Леонида Иовича Дайдая. Ну и сегодняшнюю тему нашего эфира, несложно угадать, это 100-летие со дня рождения великого режиссера. У нас в гостях Игорь Анатольевич Сиротенко, учитель истории и общества знаний, лицея номер 36. Здравствуйте. Добрый день. И Алена Сергеевна Смородникова, заведующая музеем лицея 36. Здравствуйте. Ведем эфир для вас, конечно же, мы, Полина Савенко и Мария Полежаева. Начинаем. Поехали. Первый вопрос у нас будет такой загадочный и тематический. Загадочный он, потому что начнем не со школы, начнем с самого Гайдая. Расскажите, какие у вас любимые фильмы Гайдая? Ну их множество, но я бы выделил «Кавказскую пленницу», «Операцию И» и другие приключения Шурика и, несомненно, «Бриллиантовая рука». А у вас, Алена? Мой любимый фильм – это «Иван Васильевич меняет профессию». Если вы спросите, почему я ответить не смогу, я могу только судить по тому, какой фильм у меня вызывает больше смеха. Потому что фильмы Гайдая же, они направлены, адресованы не к мозгу, а к чему-то другому, подсознанию, может быть. И вот я только по этому могу судить. Где я больше смеюсь, тот и любимый – это «Иван Васильевич меняет профессию». Ну, конечно, другие мне тоже очень нравятся. Мне кажется, что смех – это действительно главный критерий оценки фильмов Гайдая. Ну и не зря его называют мастером промедии. Конечно. Теперь мы попросим вас рассказать о том, как вообще Леонид Дайдай связан с вашим лицеем. Алена, Игорь, кто? Я думаю, что это факт, которым стоит похвастаться, поэтому давайте расскажем об этом. Ну, я не знаю, с чем еще больше связан Леонид Дайдай, чем с нашим лицеем. Потому что все в жизни человека закладывается именно в детский, в школьный период. И мы можем гордиться тем, что в нашем лице, а тогда в школе номер 42, железнодорожный учился Леонид Дайдай. Сегодня уже говорили о том, что с Игорем Анатольевичем, что сегодня действительно царит дух Гайдая в лице. И такое впечатление, что он выйдет откуда-то из-за угла и пройдет по этим коридорам. Вот у нас его, конечно, все любят и помнят. И даже сегодня я поймала себя на мысли, что сегодня лицей похож на школу того времени, в которой учился Леонид Дайдай, потому что играет музыка, дети танцуют. Мы знаем такой факт, что во времена учебы Леонид Дайдай в школе номер 42 на переменах играла радиола, которую они выиграли за конкурс творческой самодеятельности. На переменах играла радиола, и все танцевали. И вот сегодня царит такой же дух. Давайте об этом духе и поговорим, потому что, как вы уже сказали, у вас целая плеяда мероприятий сегодня. Расскажите, как школа празднует юбилей своего знаменитого выпускника. Ну, вначале я бы хотел передать слово Алене Сергеевне, потому что она занималась целый год разработкой и подготовкой выставки, посвященной столетию Леонида Гайдая. Торжественное открытие произошло у нас 19 января. И вот сейчас Алена Сергеевна более подробно расскажет, какие участники были в выставке, что там происходило. Да, конечно, подготовка к этому дню началась не вчера, не месяц назад, не три месяца назад, а еще летом. Так получилось, что в этом году мне передали музей, и я просто неимоверно счастлива, что мне выпала честь готовить эту экспозицию. Конечно же, я начала об этом думать сразу же, потому что знала, что такой предстоит юбилей. И мне самой очень хотелось сделать эту экспозицию. У меня есть в этом опыт. Я работала в музее заведующей галереей и сделала просто то, что умею. Конечно же, экспозиция – это не первое. У нас день Гайдая празднуется уже много лет. Задача была демонтировать старую экспозицию, которая, естественно, физически уже устарела. И тем более мы хотели сделать ее более масштабной. Вот она сейчас занимает у нас целый зал. У нас музей состоит из двух залов. Один зал занимает историческая часть, и вот целый зал посвящен сейчас Леониду Гайдару. Естественно, задачей было собрать необходимый материал. До меня занимались сбором материала Тамилова, Татьяна Павловна, Харченко, Лилия Дмитриевна, которые заведовали до меня музеем. Большое им за это спасибо. Либо если бы они до меня не проделали такую большую работу по сбору материала, по общению с одноклассниками, сбору от них информации. Конечно же, у меня ничего бы этого не получилось. Ничего бы не получилось у меня без поддержки моих коллег. Так вот, Сердинка Игоря Анатольевича, Филюк, Ларисы Николаевны, ну и, конечно же, других. Штепина и Ольги Станиславовны, директора, которая тоже была инициатором такой масштабной экспозиции. Расскажите, что мы на ней можем увидеть? Вы говорили про портреты Гайдая. Что еще мы можем увидеть на самой экспозиции? Самое главное, что мы можем увидеть, это материалы школьного периода. Это школьный аттестат Леонида Гайдая, которого, оказывается, не было даже у областного историко-краеведческого музея. Они присутствовали на открытии выставки в лице Гончаренко Натальи Валерьевны. Она была поражена, в каком объеме у нас представлены материалы. Даже они у нас запросили наши документы, фотографии для передвижной выставки. Это, конечно же, аттестат, это грамота от «Восточно-сибирской правды». Ведь Леонид Гайдай и его брат Александр, они были юнкором «Мегазеты, строим культуру». Александр Гайдай был даже ее редактором. Есть грамота, которую они получили от «Восточно-сибирской правды». Что у нас еще присутствуют? Письма Леонида Гайдая маме персонально, он некоторые письма посвящал. Есть письма семье, есть письма одноклассникам, есть воспоминания одноклассников о нем. Очень много чего интересного мы вас приглашаем. У нас сейчас проходят экскурсии для всех желающих. Да, не только для учащихся лицея, все желающие, даже ваши студенты могут к нам прийти, мы с удовольствием проведем для них экскурсию, все покажем, все расскажем. Нужно как-то это организовать? Это нужно ранее просто позвонить, записаться на экскурсию, они проходят каждый день, будние дни. Любое время выбирайте, приходите, мы будем очень рады, все покажем, все расскажем. Ну и, конечно же, кроме документов у нас присутствуют предметные экспонаты. Это канькилия недокая, галстук, пионерский значок. Можно ощутить его присутствие благодаря всем этим предметам и документам. Я даже, знаете, сделала, у меня была такая идея возникла, интересно, сделать ЗОСКУ. Может быть, знаете, что это такое? Раньше была игра, в 30-е годы ученики на переменах играли в ЗОСКУ. Это такая игрушка, сейчас это называется СОКС, и это сейчас такой, ну, как бы шарик, да, напитый песком. А раньше это был кусочек шерсти, которому приделан такой изолова, такая, ну, лепешечка изолова, ну, как монетка напоминает мне. Вообще ЗОСКУ название от китайской монеты. Вот, и ребята так ее ногой подкидывали. И нам известно, это по воспоминаниям одноклассников Гайдая, что он был в этом деле лучшим, он всегда выигрывал. Вот, и поэтому мне... Нужно организовать кубок Гайдая. Да, да, можно, кстати, да, вот... И еще вот хотелось бы дополнить, что 25 января у нас проходила открытая интеллектуальная игра «Леонид Гайдая. Гений комедии». По формату спортивного, что никогда, участвовали лицейские команды, участвовали наши опорные школы, друзья, и 67-й школы. Студенты первого курса железнодорожного колледжа были вопросы, которые между раундами сопровождались песнями лицейских вокально-хореографических коллективов. Это аураданс руководитель художницы Таборова Надежда Валерьевна. Это вокальный кружок, который возглавляет Ромыш Татьяна Валентиновна. И тема была фильмы Гайдая и творчество. Лицейская команда Тоддем 11 класса заняла первое место. С утра сегодня на входе в лицей старшеклассники в костюмах персонажей из фильмов Леонида Гайдая встречали родителей, детей. Лицейское самоуправление для учащихся начальных класса проводило тематические квесты по фильмам Гайдая. Также эти игры были проведены для учащихся средней школы. Сегодня в лицее у нас театрализованный концерт большой с приглашением друзей, родителей, высокого начальства из ООО РЖД. И где сами лицеисты усилием творческих коллективов представляют в этом концерте элементы песен из фильмов Гайдая, постановок театрализованных. И все это наполнено духом Гайдая, который пришел в 1935 году к нам в лицей. И мне особенно приятно, почему? Потому что моя бабушка Анна Ивановна Чернышова, замужественная Калашникова, вела у Леонида Гайдая, моя прабабушка, биологию. А мой прадед Анатолий Васильевич Калашников ввел в старших классах у Лени физику. И они оставили мне воспоминания, потому что на уроке биологии стоял скелет, и Леня каждую перемену его одевал. То оденет кепку, то оденет плащ, вставит сигареточку в виде самокрутки. И когда Анна Ивановна заходила, и все ребята начинали урок, все начиналось с большого юмора. Навыки комедии прослеживали с самого начала. А прадед, наоборот, говорил о том, что Леня обожал физику, был примерным учеником, и по естественным научным предметам у него пятерки. То есть воспоминания очень разные о Леониде Гайдае. Но какие вот три слова с ним связаны? Человечность, порядочность и неповторимый человек, уникальный. Он очень любил смешить людей с самого раннего возраста. Об этом говорят воспоминания его одноклассников. То он нарядится в какой-то платочек, то он тапки на руки наденет, устраивает представление, то он со скелетом. Что самое интересное, он сам не смеялся, он наблюдал всегда за реакцией. Вот, как его будут. Во взрослом возрасте тоже, да, вот он ходил в кинотеатры, наблюдал за реакцией зрителей, наблюдал за реакцией своей съемочной группы, да, как они реагируют на шутки. Вот, также вот он в раннем возрасте уже наблюдал за реакцией людей на свои представления, на свои шутки. Очень любил смешить. Я вот это постоянно. Ну вот о прошлом мы с вами поговорили, о том, что предки обучали Гайдае. Давайте поговорим о настоящем, потому что, как я знаю, в вашей школе учится потомок Гайдае. Расскажите об этом. У нас, да, учится родственница Гайдае Ирия, Ирочка Алинович во втором А-классе. Я не знала, когда я пришла работать в лице, я не знала, кто это. И мы с ней как-то вот подружились, не зная, как это произошло. Видимо, это какое-то, ну, проведение. Она часто ко мне забегает, и я потом только узнала, кто это. И вот сейчас я на нее смотрю, она иногда как-то вот взгляд у нее тоже, как у него, выразительный такой. Она иногда как-то раз посмотрит, так и вижу Леонида Гайдая в этом взгляде. Что еще хочется сказать? Вот часть экспозиции посвящена именно портретам Леонида Гайдая. Меня очень зацепил его взгляд, очень зацепило его лицо. Если бы он стал актером, все-таки, там, мне кажется, ну, вот еще когда он поступал во ВГИК же, писал Иркутский комитет по искусствам, ну, когда просил посодействовать его поступлению, писал, что он очень характерный артист. Вот это видно по его лицу, у него очень выразительный взгляд, выразительное лицо, и я вот в Ирочке тоже это вижу. Как-то так, ну, иногда посмотрит. Ну, а мама ее, Мария Константиновна Гайдаев, работает в институте МВД в Восточно-Сибирском. Тоже присутствовала на открытии выставки. Дело в том, что в семье Гайдаев было трое детей. Леонид Иович был младший, также там был старший брат Александра, которого любовно называли Шурик, и Августа, это, средняя сестра. Августа Гутя. Августа Гутя. А Леоню называли Люля. Очень милая. Да, действительно. Первоклассники были на экскурсии, им очень-то понравилось, что Люля называли. Действительно, очень милая форма имени. Давайте теперь поговорим тоже о достаточно таком милом и приятном, наверное, с точки зрения сохранения памяти. В 2012 году иркутские кинематографисты объединились в Гайдай-центр. Вот что вы можете сказать про саму эту идею и про Гайдай-центр? Как вы на это смотрите? Конечно, это замечательная идея такой центр создать. И представители Гайдай-центра присутствовали у нас на открытии выставки. Да, я знаю, что они действительно таким образом взаимодействуют. Да, Сленопопечительского селета Анастасия. Очень приятная девушка. Вот они нас поздравили с открытием экспозиции. Очень хочется, ну я была у них давно, очень хочется. Обязательно побываем. Да, и это причина побывать. Надеюсь, они тоже на какое-то мероприятие у нас есть своих пригласят. Вот, вдвоем с тем бы попросить. Мы с ними сотрудничаем. Мы считаем, что это великолепная инициатива. И все, что делается для прославления, увековечивания имени Леонидовича Гайдая, заслуживает огромного внимания, уважения. И мы всегда открыты для взаимодействия и сотрудничества. То, что и произошло вот на открытии выставки, посвященной столетию 19 января. И очень хочется сказать, что мы вот это все делаем и вот это все говорим. Не потому, что вот Леонид Гайдая у нас учился, поэтому мы обязаны его помнить. Обязаны все вот это говорить, все вот это делать. Нет, вовсе не так. Это все очень искренне. Я, когда узнала его близко, он мне стал как родной. Я восхищаюсь этим человеком. Человек был действительно уникальный. И сейчас, если бы он был жив, он бы мог проводить какие-то тренинги по достижению успеха. Потому что его упорство в достижении цели, его целеустремленности, несмотря ни на что, ни на какие препятствия, можно только позавидовать. Это начиная со школьного возраста, когда он хотел научиться играть на инструменте, хотел научиться играть на скрипке, но скрипку ему купить не смогли. Мама купила балалайку. Он научился играть на балалайке, потом на домре, потом на аккордеоне, на трубе он, мы знаем, играл, да, в фильме Ляна, на гитаре, на фортепиано, на чём только, ну, мультиинструменталисты. И когда он увлёкся фильмами, он в клубе «Железнодрожников», где демонстрировали фильмы, приходил на самый первый сеанс, потом прятался под стулья. Когда начинался второй сеанс, он выходил, да, да, да. Второй, тридцать раз посмотреть фильмы своего кумира Чарли Чаплина. А ещё в рамках воспитания, патриотизма и уважения к родине мы же можем сказать, что Леонид Иович Гайдай – это герой настоящей Великой Отечественной войны. Мы знаем, что он получил медаль за отвагу, что он служил в разведке, и последующая жизнь будет связана с тяжёлым ранением, которое он получил, возвращая здание, подорвавшись на противопехотные мини. Все осколки извлечь не удалось. Врачи более того, вначале хотели ему ампутировать ногу, но он сказал, что одноногих артистов не бывает, и ногу ему спасли, да, но вот Алена Сергеевна нашла уникальную фотографию, которая есть, где Леонид Гайдай, уже знаменитый режиссёр, ходит с тросточкой. Она специально обработана, редкая фотография, потому что нога болела, особенно в последние годы жизни. Я сидела, наверное, неделю, каждый вечер, шерстила весь. Я так хотела найти фотографию, где он с тросточкой, потому что это же был ещё его и талисман, вот, насколько мы знаем. Так хотела её найти. Это же уникальный факт, что он мучился вот с этой ногой всю жизнь, никому вида не показывало, что у него болела нога. В последнее время, в последние годы жизни она постоянно воспалялась, и он даже, ну, никто даже об этом не знал. Вот, несмотря на это, он работал и делал, ну, всё, что он делал. И я очень хотела такую фотографию найти, сидела целыми вечерами. Ну, наконец, я её нашла, это моя гордость. Можно сказать, что Гайдай – это пример мужества и жизнерадостности, потому что его фильмы заставляют улыбаться и смотреть на мир позитивно. Ну, и ещё и потому стоит его вспоминать, чтобы лишний раз напомнить о том, какие были люди тогда. Люди были очень сильным духом. Сейчас такие встречаются. И мы можем сказать, что в отличие от многих современных режиссёров, которые гордятся своими финансовыми возможностями, мы знаем, что Ленин Гайдай жил очень скромно. Он никогда не использовал своё служебное положение. И положение мэтра, классика при жизни. И это, может быть, служить именно примером человека бескорыстного, который сам потом говорил о том, что он испытал столько горя в течение вот этой Великой Отечественной войны, что хотел, чтобы люди, глядя на его творчество, всегда радовали жизнь, находили в ней нечто позитивное и никогда не сдавались ни перед какими трудностями. Ну, а на этом, я думаю, мы будем подводить эфир к концу. У нас есть очень маленькая игра, буквально по одному слову. Да, игра в ассоциации. Я вам сейчас просто назову фамилию Гайдай, а вы просто назовёте ассоциации, возникшие в вашей голове. Одно-два слова. Добро, свет, не ничего. Честность, порядочность, неповторимость, любовь. Я думаю, что это то, чему стоит научиться у этого человека. А мы благодарим вас за эфир. Это очень был важный, интересный диалог. Спасибо, что пригласили. Спасибо, спасибо. Мы приглашаем всех наших слушателей и зрителей посетить выставку в Лицее 36. Очень интересная, которая готовилась целый год. Это действительно стоит увидеть. Ну и, конечно же, слушайте boomdefizradio.ru. Всем пока. Хорошей недели. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok